Китайский электромобильный стартап Avatar Technology, созданный Чанган совместно с IT-гигантом Huawei и производителем аккумуляторов Kettle, готовится вывести на рынок свою вторую модель – большой седан Avatar 12. Новинку показали на стенде компании на автовыставке в Мюнхене, которая проходит в данное время. Avatar 12 – полностью электрический автомобиль с футуристическим внешним видом. Электрокар предлагают как в заднем, так и в полноприводном вариантах. Визуально Avatar 12 близок к представленному недавно Avatar 11. Это выражается в аналогичном исполнении оптики, получившей двухуровневые ходовые огни и дальний свет, встроенный в передний бампер. С другой стороны у новинки прослеживаются спортивные нотки в облике. В крышку багажника встроен выдвижной спойлер. Самое интересное в этом автомобиле то, что у него нет заднего стекла, а есть панорамная стеклянная крыша, простирающаяся спереди-назад, поэтому обзор несколько ограничен. Вот почему Avatar 12 использует заднюю камеру. Кстати, зеркал бокового обзора тоже нет, их заменили дополнительные камеры. Интерьер Avatar 12 выглядит так же, как и дизайн электрокара футуристическим. У него рулевое колесо, приплюснутое сверху и снизу. Рычаг переключения передач находится позади рулевого колеса. Но самая интересная часть интерьера – это экраны. Над консолью расположен один экран по центру диагональю 15,6 дюйма, расположенный немного ниже, чтобы не загораживать длинный экран, охватывающий всю приборную панель протяженностью около метра. Он служит комбинацией приборов и полностью настраивается. Два дополнительных небольших дисплея расположены по обеим сторонам и транслируют изображения с камер бокового обзора. В салоне электрокара используется минималистическая концепция дизайна GentleTech, которая уменьшает количество физических кнопок и сохраняет только необходимое для упрощения вождения за рулем. Сидения, обтянутые высококачественной кожей Napa, центральная консолью из настоящего дерева, удовлетворяют все представления покупателя о современном авто. Передние сидения можно разложить нажатием одной кнопки в положении лежа. Панорамная крыша имеет интеллектуальное светочувствительное изменение цвета, то есть при солнечном свете автоматически затемняет и наоборот. Что касается интеллектуальных технологий, мультимедийная система Harmony OS 4 и электрокар поддерживает интеллектуальное вождение ADS-2. Естественно, мультимедийная система и все программные обеспечения разработаны в Huawei. В кузов седана интегрированы лидары, радары, камеры и ультразвуковые датчики, которые обеспечат работу различных систем помощи водителю и автопилоту. Силовые установки Avatar 12 унаследовали от кроссовера Avatar 11. Базовая заднеприводная версия седана укомплектована одним электродвигателем мощностью 313 лошадиных сил и крутящий момент 370 ньютон-метра. В полноприводной версии на передней оси дополнительно установлен 265-сильный мотор максимальным крутящим моментом 280 ньютон-метра. Совокупная отдача силовой установки 578 лошадиных сил и 650 ньютон-метра. Максимальная скорость в обеих версиях ограничена на 200 километров в час. Топовый вариант сможет разгоняться до первой сотни менее, чем за 4 секунды. Заявленные запас хода компания огласила, и он будет составлять 700 километров в заднеприводном варианте и 650 километров в полноприводном. Неизвестно точно, какими батареями будут комплектовать электрокар, но если они будут такими же, как у кроссовера Аватер-11, то тогда одна из них будет обладать емкостью 90, а другая – 116 киловатт-часов. Все аккумуляторы от Кэтл. Также производитель заявил, что поддерживается сверхбыстрая зарядка высокого напряжения 750 вольт. В продаже электроседан Аватер-12 ожидается к концу этого года. Цены пока нет. Кроссовер Аватер-11 на китайском рынке стоит от 43 900 до 56 300 долларов. Но она, вероятно, окажется сравнимой со стоимостью конкурентов. Zikr 001 и не IT-7. Базовый вариант модели от Zikr можно приобрести примерно за 44 тысячи. Электрокар от Нежа обойдется где-то в 66 тысяч долларов. Массовое производство начнется сегодня, 6 сентября, и, скорее всего, доступность электрокара не будет ограничена Китаем. В следующем году Аватер-технологи, в которую входит Чанган, компания отвечает за инжиниринг электромобилей Аватер, электродвигатели и операционная система. IT-гигант Huawei батареями обеспечит компания Кэтл, третий основатель стартапа. Планирует выйти на международный рынок и сразиться с мировыми люксовыми брендами на всемирной гонке интеллектуальных электромобилей высокого класса. Чтобы продемонстрировать уверенность и смелость, компания Аватер-технологи установили новый стандарт роскоши для китайских автомобилей. Спасибо за просмотр! Ставьте лайк и не забывайте подписаться. Ваша оценка нам всегда будет приятно и вдохновит для нового творческого развития. До скорой встречи! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр!